С днём Великой Победы, друзья! В эфире Телегит и я, Анна Троян, расскажу и покажу, чего не стоит пропускать в эфире на праздничной неделе. Подробности узнаете из нашего обзора. В честь Дня Победы на нашем канале стартуют два тематических сериала. Один из них – вариант Омега, основанный на реальных событиях. Действия картины разворачиваются в 1942 году в оккупированном немцами Таллине. Старшего лейтенанта Скорина отправляют на разведку, чтобы сблизиться с незваным контрразведчиком. Наш герой разрабатывает вариант Омега и идёт на рискованный шаг, позволяет себя разоблачить. Для чего? Узнайте по будням в 12.30 и вечером в 18.30. Время – деньги, дорогой хозяин, да? Да. Война заставляет нас шевелиться. Выгодная сделка сегодня. Завтра оборачивается сплошным углом. День Великой Победы пропахнет порохом и на нашем канале. 9 мая вас ждут специальные прямые включения с мест событий. Корреспонденты ЛРТ в течение всего дня будут вещать цепи центров празднования. Митинг, шествие бессмертного полка, возложение цветов у памятных мест – всё это вы увидите первыми. Не пропустите. У незнакомого посёлка на безымянной высоте. Тематика Дня Победы продолжится на ваших экранах и в среду. Был месяц май, картина о послевоенном времени. Драма разыгрывается в одной из немецких деревень, где останавливается группа советских солдат. Эти несколько дней станут решающими в судьбе богатого крестьянина. Ему, пособнику гибели многих поляков, предстоит осмыслить прожитое, пребывая в страхе и надежде избежать собственной смерти. Подробнее 10 мая в 20.45. Так, хорошо. Так, ещё не тём. Гол вложи, нет? Нашли, да. Не потеряйте. Привет, дорогого гостю! Только держи! Чё держать, держи! Так, не беда, что по частям. Правильно? Сейчас соберём. Дайте закурить. Объектив. Спокойно. Есть! А в пятницу вечером на ЛРТ вас ждёт история о подвиге юных сапёров. Они обезвреживали минные поля и дороги ценой собственной жизни. Главные герои исторической киноленты занимаются опасной работой. Но это не мешает им полюбить друг друга, несмотря на царящий вокруг хаос. Но идиллию разрушает внезапное возвращение в родной дом человека, которого все считали давно погибшим. Рябиновый вальс смотрите 12 мая в 20.45. Совать, капитан, совать! Там Синица, у неё снаряд какой-то с обзрывателем, мы такой не проходили. Не трогай! Поставлю на него, не трогай! Не трогай! Отряд, стой! Мамочка. Возможно, неделя была трудной, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. В это воскресенье зрителей ЛРТ ждёт фантастическая советская драма «Зеркало для героя». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств переносятся почти на 40 лет назад. Этот день, 8 мая 49-го, начинает повторяться для них снова и снова. Каждому из героев судьба даёт свой шанс. Одному – предотвратить гибель людей, другому – по-новому взглянуть на своих родителей. Обе серии ленты смотрите 13 мая в 14.30. Я забыл, кажется, что ограбили, они сегодня все бандитов боятся. Я говорю, ты чё, мужик, мужик, я корреспондент. А он топор в руки и за мной. Да же. Оба живы. И Пахан, и мама. И я маленький, бегаю. Хорошо, правда. На этом у меня всё. А чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. Там вы можете узнать актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидеть, как происходит запись программ. А ещё за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь. С вами была Анна Троян. Расцветайте. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!